Чей двор самый грязный? Жители 43-го дома в 16-м микрорайоне жалуются на полную антисанитарию около их пятиэтажек. Майкудукцы уверены, самый грязный и зловонный двор у них. Мусор, порванные трубы и отсутствие освещения. Такие бонусы достались жителям после благоустройства по госпрограмме в прошлом году. Мы вас просим, просто умоляем, отзовитесь на наши просьбы. Будьте людьми. Старожилы 43-го, 47-го и 49-го домов 16-го микрорайона весне совсем не рады. Ведь с потеплением двор окутал зловонный запах. Дышать здесь стало практически невозможно, жалуются люди. Горы из целлофановых пакетов, пустых бутылок и остатков еды. И все это буквально в нескольких метрах от жилых домов. Куда только не обращались карагандинцы. Мы вызывали архитектуру, кого только не вызывали. Никто ее просто даже не хочет сдвигать. В чем дело? Это вообще просто ни в какие рамки не влазит. Она все время вот так вот разлетается. Мы провели субботник. Все это гниет. Это просто невыносимо. Вонь. Это гарь. Это мусор. И наши дети этим дышат. Благоухающая мусорка – не последняя проблема в этом дворе. В прошлом году двор благоустроили по госпрограмме. Вот только работы строители не доделали. Асфальт не доложили, не провели освещение. Должным образом не обустроили детскую площадку. До торца, посмотрите, сделали асфальт. Вот здесь вот дальше, на самой мусорке, асфальт нам не проложили. Был зам Акима. Мы у него спросили, почему нам не сделали двор до конца. Не хватило денег. Засыпьте нам щебенкой. Собирайте деньги. Машина гальки, щебенки стоят 20 тысяч. Ну как это так? Все знают, но никто ничего не делает. А это озеро образовалось здесь после ремонтных работ коммунальщиков. После раскопок дорогу здесь в прямом смысле смыло водой. В глубокой луже застревают машины. Какой дискомфорт она доставляет людям, говорить не приходится. Порвалась, наверное, там же канализация труба, в которой воды идет, горячей воды нам. Вода, наверное, сломалась. Еле-еле в магазин зайду, не могу заходить туда. А никому не нужно. Уже снег нет, а воды есть. Они откуда появятся? Оттуда появятся. Ситуация усугубляется отсутствием освещения. Если уж днем невозможно найти сухой путь в потьмах, тем более. Приехали на машине, срезали фонари. Спрашиваем, для чего вы их срезаете. Эти фонари вам не подходят, мы поставим другие. Все, уехали. Третий год никаких фонарей. Двор темный вообще. Сегодня жители Хрущевок просят местные власти обратить внимание на их проблемы. Мы очень просим нашего Акима, нашего Майкудука района, убрать от нас подальше помойку невозможно. Детки маленькие, все это дышим. Белье повесить невозможно. Окна всегда в саже, дым всегда в наших окнах, в наших квартирах. Боже мой, когда же это прекратится? Когда же мы хотя бы немножко будем жить лучше? Ирина Камышова, Тулегин Рашитов, Марат Култенов, Первый Карагандинский.